Турнир по рукопашному бою памяти героя Беларуси Дмитрия Гвишани проходит в Бресте в 12 раз и за это время уже успел стать доброй традицией. Каждый год покорять ринг в город над Богом приезжают представители лучших спортивных клубов, количество которых из года в год только увеличивается. Украина присутствует регулярно уже последние 10 лет. Представители Российской Федерации, военные летчики принимают участие в наших соревнованиях. Ну и естественно команды Брестской области, поскольку это открытый чемпионат. Приехали команды Гродно, Лиды, Минска, Молодечно. В общем представители других клубов и сборных. Для областной организационной структуры Бывсо-Динамо это очень значимый турнир, так как здесь показывают свое умение и мастерство сотрудники правоохранительных органов, а также члены клуба «Динамовец» и «Юного динамовца». То есть, во-первых, это подготовка для решения своих боевых задач и, естественно, тренировка для молодого поколения. Это подготовка к службе в армии, службы в органах правопорядка. В этом году за право стать победителем боролся 17-летний Юрий Яковец. Воспитанник клуба боевых единоборств профессионал с первого удара показал серьезную подготовку к соревнованию. В секцию по рукопашному бою его привел отец и однажды попробовав, Юрий решил, что этот спорт для него. По рукопашному бою занимаюсь около 4 лет. Выиграл чемпионат республики, получил звание кандидата в мастера спорта. Это, наверное, самое важное достижение. Ну, дважды выиграл этот чемпионат. Конечно, чемпионат очень тяжелый, много сильных соперников, но мы к нему тщательно готовились. Я надеюсь, что добьюсь успеха и в очередной раз. Популярный спортивный турнир по борьбе – это хороший способ напомнить берестейцам о современных героях, в списке которых после Владимира Корвата идет имя курсанта военной академии Дмитрия Гвишани, который ценой своей жизни спас десятки других. Однако не только в Бресте чтят его память. В стране проходит несколько спортивных мероприятий, посвященных памяти героя Беларуси Дмитрия Гвишани. В Беларуси проходят четыре турнира, посвященные его памяти. Молодежно-международный турнир по ВШУ. Военная академия открыта, чемпионат военной академии по армейскому рукопашному бою. В следующем году он будет международный статус получен. Ну и в родном городе Бресте проходит турнир по рукопашному бою. Наш сын перед армией некоторое время в школе занимался рукопашным боем. И 12 лет назад молодые ребята областного комитета БРСМ предложили назвать турнир по рукопашному бою в памяти сына. Вот он уже 12 год проходит. Сегодня турнир имени Дмитрия Гвишани является одним из наиболее престижных соревнований в республике. Каждый год соревнования привлекают все большее количество участников, для которых честь, доблесть, мужество – не просто слова.